Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны, и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество — грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мёртв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось всё метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли эта ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. Артём! Артём! Просыпайся. Дайте поспать. Артём! Тебя полковник в рубку зовёт. А я побежал. Что вы делали у меня в комнате, в общем? Ну ты-то ладно, а она. А он. А сама села так. Встала и пора, я буду тут отдыхать. Э! Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. У нас ведь людей так мало осталось. И мы, может, когда-нибудь сможем доверять незнакомцев просто. Просто потому что они тоже люди. Нагрузила? Извини. Нагрузила, нагрузила. Жесть. Вот он, идиот. Сам себя идиотом назвал. Дядя Сэм. Артём, посиди со мной немного. Ты меня сама только что согнала. Ну в смысле? А, ну конечно. Ещё и улеглась на меня. Хорошо, как. Век бы так лежало. Слушай. А ты когда старался в высотке в Москве? Там еда. Ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса там, например. На курьих ножках. Сижена на берегу океана, а? Хотя, знаешь. Есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так. Вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши. Куда-то в никуда. Да ещё и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Ну такое себе свадебное путешествие, конечно. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Всё? Знаешь, я тут скатик говорила. Сижу, вспоминаю этот мост. Людей этих. Ну вот, мы под землёй 20 лет просидели, а они... нет. Ну и что? Это ведь не те люди, которые города строили, самолёты, ракеты в космос запускали. А такие же, как в метро. Ну и не только в космос ракеты запускали, да? Из-за которых они в метро и спустились. Ну да. Ой, мы ещё не такое узнаем. Это всякое враньё, знаешь? Главное, чтоб удобное враньё было. Или хотя бы привычное. Вот мы в метро. Ну ладно, мы оккупантов пока нигде не встретили. Ну если моей футболки на антенне не считать. И Катя их видом не видывала, и Крест. Но где-то там они, допустим, есть. Но ведь нам, в метро, не про них говорили. Не объясняли, что война ещё идёт. Нас все убеждали, что просто нигде, кроме метро, жить нельзя. Нам лгали, лгали, лгали без остановки. Всё это время. Ради благих целей, наверное. Но всё метро на вранье держится. Весь мир на вранье держится. И пока сколько мы не едем, врага никакого нету. Ни одного. Странно, нет? А отец даже слушать ничего не хочет. Следи за собой, будь осторожен, враг не дремлет. А бандосы не считаются? Я люблю сильно, несмотря ни на что. Но что, если всё, что рассказывали ему, просто ещё один слой лжи? Надеюсь, хоть в Ямантау об этом узнаем. Как всё на самом деле. Ну вот. Тебе вот рассказала, уже полегче как-то. Спасибо, Артём, выслушал. Всё? Давай помолчим теперь немного. Ну всё, я пошёл. Ладно, беги в рубку. Отец чего-то хотел. Что, идёшь уже? Чего, чего? Беги. Пусти. Что это было? Дядя Артём, дядя Артём! Там дядя ТТшник уже мастерскую доделал. Пошли, посмотрим. Хотите посмотреть? Так здорово получилось. Здрасте. Сюда, дядя Артём. А, привет, Артём! Здорово. Давно не виделись, ты только что у меня в комнате сидел. Здесь слово. Верстай какой шикарный, а? Ха-ха. Всё под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли. А я у вас отбрал. На оборудование мастерской я пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. И ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь. А я тут из них буду делать всякое. Работай, непочатый край. Зачем можно сделать из этого револьвера охрененную снайпу? Хорошо, мол, не переднюю, а то без пальцев на ногах остался бы. Так что я из вас, разгильдяев, сделаю снова настоящий мею. В общем, у меня всё. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Да, собственно, и нет, я чем заняться. Ломать снаряжение все гораздо. Очинить так руки из того места. Да потрынди. Это отсылка? Нет, ну его просто так прозвали. Так, а мы куда? Нам туда пошли. Я еще не пришел. Я туда еще не ходил. Здрасьте. Заходи, Артем, присаживайся. Степан, тут вечер музыки устроил. О, давайте копирайта еще побольше. Тряхнем снарядай. Бери гитару. Поехали. Ну все, копирайта хватит. Спасибо, Степа. В смысле Степа? Выдавите. Простите. Но я давно... Моился как-то в зоне черный сталкивался. Артем, тебя полковник в руки ждет. Именно поэтому ты мне тут налил, да? Ну ладно, давай. Ну ждет, ну подождет еще, да, правильно? Ну как Артем там возится. Ну ты треплох. Артем, считай, всю работу сделал. Ну это понятно. Но врать все равно не мешай. Сами за мой броник спросили. Ладно, давай давай. Ну, в общем, я вижу, Артем к двери уже подошел. Закончилось. Эй. Что оно? А я знаю, темно, никого нет. А прямо пошевелиться не могу. А мостовики эти еще про царское что-то там трепали. В общем, думаю, дело пахнет керосином. На пиках точеных. Опа. Мясо. Гоняло. Поехали в топ. Разгоняем. Поезд. Привет, Маки. Все, теперь можно идти. Иду, иду. Слушай. Слушай. Ага. Ну, у тебя вообще ничего не смотрело, да? И направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на отснятие. Майор Иванов. Минутку. Вот, вообще ничего не смущает. Как вы сами понимаете, очень серьезное. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор. Поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы прибудем в расположении. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. А то, что майор разговаривает вот так, отлично, отлично. К-6 Альфа, есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. Эм, К-6 Альфа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Вот прям... Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? Товарищ полковник, это же секретная информация. Вот именно, что он должен... По-человечески, я вас понимаю. По-человечески. Я в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на Копчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Вот прям вот так он и должен говорить, майор, да? Мой верующий убедился. У меня до сих пор руки трясутся от мерков. Как подумать только сам министр. Артем, кстати, можешь на карту глянуть. Всех девочек на стриме. Да и мальчиков тоже на стриме с 8 марта. Можно поздравить. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямонтау. Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии. Никак нет, товарищ. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. Расстояние вроде недалеко. Но от сосны. От сосны. От сосны. Оторви иголочку. Чух-чухаем. Разрешаю. Тьфу, дома. Ой. А прикинь, у нас на пути вот так вагон станет, будет стоять. И что мы будем делать? Они же весят херовую тучу тонн. Мы же их просто не сдвинем. Мальчик из трата денег. Хе-хе-хе. Ну что такие, ну все, разворачиваемся, едем обратно. Ну вот как вот этот вагон. Что мы с ним делать будем? Ладно, топаем. Нам в Ямонтау. Сколько будет в Ти-стрим? В метро мы еще поиграем где-то полчасика, я думаю. Долго-долго. Потом я покушаю. И вернусь к вам. Пойдем в мечту задрота играть. Она же дота. Думаю так. Думаю часиков в пять по Киеву. Плюс-минус минут пятнадцать-двадцать. Надо будет покушать еще. Ладно, ладно, поехали. Я бы тоже несерьезно относился. Цель нашего долгого путешествия к правительственному бункеру Ямонтау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга. И задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти двадцать лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас они простят тоже. И все поедут домой. В метро. А че не озвучили, почему вокруг только глушь, да, дикари? Темыч, не дочитываешь. Не дорабатываешь. А че так близко? Пуча прям близко-близко. Они еще не должны так близко стоять. Тут же один другого пояс просто собьет нахрен. У них ширина путей. Дайте мне. Ладно. Кто она? Мама, а мы что здесь теперь жить будем? Не знаем, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Есть такое. Похринеть там я. Я сюда столько попасть мечтала, как правительство докладывать, так без меня? О. Дочь, я тебе или не дочь? И вон. Ладно, давай, стриняй. А то всю плеш проешь. Даже не сомневайся. Дермах, стоп, машина. Ну, прям вообще впритык, ну не ложат так, кстати. Трещит. Хотя, может ты нормально расставим его. Врум, врум. Ну, кстати, фонить не особо сильно. У нас тоже фон нормальный, в принципе. В зеленой зоне. Здесь вроде метро должна была быть, нет? Со всей страны народ ехал. Над ним и сидели, да? Со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Наверстаем. Все, мы у цели. Дайте мне снять этот прицел, пожалуйста. О, это Дрянское место. Число. Зря мы сюда ехали вообще. Есть такое. Ну и, собственно, где мы welcome committee и камеровая дорожка. Да нету там никого внутри. Может поехали обратно? Поехали, поехали. Смотрите. Ну да, шестистволка. Ну давай еще, популяй в нас. Назовите. Полковник Мельников. Прибыл для доклада министру оборота. А где ваши люди, полковник? А? Остались на поезде. Снаружи опасно. Бежите с ними. Пусть догонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в Ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Назовите. Внизу вас, ребят. Ну вот, нас ждут. Ждут. Как же. Ну да, да, да. Добро пожаловать. Так, ну всё, я могу? О, могу. Лично надо снять прицельчик. Отсюда. Тут оставить. Тут оставить. Э, дофига не снялась. О. Поехали. Тихо стало. Страшно. Ты хоть речь-то подготовил? А то, как заклинит тебя. Это же сам министр. Чё на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артёму сказать не хочешь? А надо бы. Я хочу такую же маску, как у него. У него крутая, красивая. Посмотри, какая. Жёсткая. Вот и министр обороны. Да, сейчас будет. Смотри, смотри, этот. На раме. Ну, с Богом. Смотри, какая рама. Пошёл, пошёл. Я тут поставил. Я не пойду. Ну, вот. Здрасте. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети. Но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха. Хорошо. Давно не было. Кто вы? Нормально меня вообще со спины вырубило. Умельник пошёл разносить. Только не по лицу. Ну, как обычно. Спасибо. Спасибо.